Ксения Подопригора единственная харьковчанка, которой удалось получить загранпаспорт за 170 гривен, то есть заплатив лишь государственную пошлину. Для этого в 2013-м она подала иск в Харьковский окружной административный суд, но тогда Фемида его не удовлетворила. После уже апелляционный суд принял решение в пользу Ксении. Я отримала этот паспорт 3 квитня 2014-го. Оттуда по Харькову есть что-то меньше три решения, которые также на пользу активистов, что паспорт стоит 170 гривен. Однако, государственная миграционная служба не успешает выполнять эти решения. Ольга Лакиза – одна из тех, кто до сих пор не может получить паспорт за 170 гривен, несмотря на то, что суд также принял решение в ее пользу в октябре 2014-го. Девушка до сих пор оббивает пороги миграционной службы. После того, как было получено решение суда, я обратилась опять в отделение ДМС и подала документы. Та же инспектор сначала мне отказывала в приеме, несмотря на решение суда. Потом долго с кем-то перезванивалась и решила принять. И через месяц мне пришел ответ о том, что вы неправильно, не по форме подали все документы и сделали не все платежи, и мы вам не можем оформить загранпаспорт. Харьковчане, которые выиграли такие суды, но не могут получить заграничный документ без лишних расходов, решили объединиться. Сергей Попов подал в суд на миграционную службу, чтобы в ведомстве перестали информировать граждан о необходимости оплаты каких-либо других платежей помимо государственной пошлины. В декабре 2013-го в столице такой прецедент уже был. Верховный суд Киева признал такие платежи незаконными. Речь шла о почти 240 гривнах за бланк и 90 гривен за административную услугу. Стоимость оплаты за выдачу загранпаспорта указана в декрете кабинета министров про державный мытор. Этот декрет действует с 1993 года, то есть очень давно. И там установлен четкий размер 10 неуподаткованных минимумов, то есть 170 гривен. И существует еще постановление кабинета министра номер 1098, принятое правительством Мазарова, буквально года 4 назад, в котором указывается еще, что миграционная служба может брать за свои услуги 87 гривен 15 копеек. То есть вот такая вот правовая коллизия имеет место. Именно ссылаясь на постановление Кабмина, миграционная служба объясняет необходимость дополнительных двух платежей, которые делают документ больше, чем двое дороже. Юристы видят в этом нарушение закона и добавляют, чтобы разрешить юридический коллапс, нужны изменения на законодательном уровне. Другие платежи передбачены под законными нормативными актами. Отже, если закон говорит, что легитимным есть только один платеж, государственное мыло, то все другие акты, которыми, например, распоряжение кабинета министров, другие видомчи, какие-то наказы и так далее, они не имеют силы. Оформить заграничный документ харьковчане могут как в районных отделениях по месту прописки, так и в областном управлении миграционной службы на улице Рыморской, а также на проспекте Правды 5 и улице 23 августа 13А. Документы – это заявление анкета, в первую очередь, конечно же, паспорт гражданина Украины, идентификационный код и квитанции об оплатах. Сейчас, согласно официальной информации миграционной службы, на загранпаспорт придется потратить около 495 гривен или 750, если его делать в срочном порядке. Биометрически стоит 560 или 820 гривен соответственно. Это одна из фирм, предлагающая ускорить оформление загранпаспорта. Расценки на услуги таких посредников значительно завышены. За 3-5 дней здесь могут сделать документ чуть больше, чем за 3000 гривен. Вместе с тем, в миграционной службе предупреждают, что оформить заграничный паспорт быстрее, чем в государственном ведомстве, невозможно и предостерегают от мошенников.